Девушки Клисманы Зарска участвуют в этом фестивале уже второй год. Мы решили взять исконно наше, татарское, фольклорное, уйти в истоки, в корни наши и попробовать себя в роли наших бабушек молодости. Каждый из участников мог проявить себя в любой из представленных номинаций. Царина Никитина заняла второе место в направлении вокально-хоровой исполнительства. Я пела сольно, пела татарскую песню, народную песню «Томат Канда». Да, есть такая волнительность, но ты справляешься, когда смотришь на людей, не так страшно, но потом привыкаешь к сцене. Студент Казанского федерального университета Айдар Насибулов здесь впервые вместе со своей командой он поставил театральную сценку. То есть сюжет заключался в том, что я был молодым ханом, к которому приезжали гости и рассказывали небылицы. Мы отсылались на народы, проживающие на территории Поволжи. В рамках фестиваля прошла выставка работ декоративно-прикладного искусства. Здесь и куклы ручной работы в красивых нарядах, и украшения, и красочные картины, и вышитые узоры на тканях. Главная цель фестиваля – это сохранение развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. 20 ноября прошел отборочный тур, где жюри просмотрело более 130 номеров. Лучшие были награждены на сцене дипломами, кубками и призами. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универньюз.